Белые медведи В первые пять минут в их ворота влетели две шайбы Однако после перерыва, благодаря голам Никиты Тертышного и Владислава Кулиева, медведи сумели ликвидировать отставание В заключительном отрезке встречи Егор Степанов вывел команду вперед Победный счет 3-2, несмотря на старания соперников, удалось сохранить до финальной сирены Счет в серии становится 2-2 Завтра команды проведут решающий матч в Ханты-Мансийске А я напомню, что «Мамонты» и «Югры» являются победителями регулярного чемпионата Лиги в Восточной конференции А белые медведи в прошлом сезоне в третий раз в своей истории завоевали бронзовые медали чемпионата МХЛ А Челмет в этом сезоне уже завершил борьбу за Кубок Петрова Регулярный чемпионат для фармклуба «Трактора» хоккеисты закончили на 20-м месте турнирной таблицы Даже не войдя в зону плей-офф Теперь команда отправляется в выездную серию по городам области Этот проект зародился три года назад Называется «Область трактора» В его основе товарищеские встречи и хоккейные шоу в городах Челябинской области С номерами группы поддержки, талисманом «Трактора» «Медведем» и его другом «Кью» Конкурсами, призами и автограф сессиями игроков Главная цель – привлечь детей и подростков к занятиям спортом и в частности к хоккею В этом сезоне в турне отправится команда системы «Трактор» «Челмет» И первая встреча подопечных Игоря Знарка состоится сегодня в поселке Уйское Где помимо хозяев и льда сыграют любители из Мирного и Ларина Такие же праздники и товарищеские матчи планируется провести 22 марта в Первомайском Коркинского района И 29 марта в Чебаркуле И к другим новостям Челябинский бадминтонист Владимир Иванов пополнил свою коллекцию наград Серебром клубного чемпионата Индонезии Один из лучших игроков Европы выступал за команду столицы страны Джакарта с интересным названием Музика Музика, да, музыка, ну по-английски Она уже воспитала очень так много индонезических игроков, в том числе и олимпийских чемпионов Четыре раза, три раза до этого я был в составе, когда мы выигрывали открытый чемпионат Индонезии Мы все профессиональные игроки, в принципе, знаем все законы и куда бежать, что делать В ближайших планах нашего земляка участие в турнирах серии Гран-при в Индии и в Малайзии Задача Владимира Иванова и его напарника Ивана Сазонова закрепиться в первой десятке олимпийского рейтинга И успешно стартовать во вторых европейских играх, которые пройдут в июне в Минске Напомню, что четыре года назад в первых евроиграх в Баку россияне добыли серебро И я добавлю, что Владимир Иванов является участником двух олимпиад, чемпионом Европы и многократным чемпионом России О боксе Чемпион мира среди профессионалов в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев обязан провести защиту титула По решению Всемирной боксерской организации Крашер встретится с обязательным претендентом британцем Энтони Ярдом О проведении боя промоутеры боксеров должны договориться в течение 30 дней Напомню, что знаменитый воспитанник челябинского бокса в феврале вернул себе чемпионский пояс WBO Взяв реванш у колумбийца Альвареса В послужном списке Ковалева, которому 2 апреля исполнится 36 лет, 33 победы, из них 28 нокаутом, 3 поражения и 1 ничья У его 27-летнего соперника 17 побед нокаутом, 18 боях и ни одного поражения Последняя была одержана Энтони Ярдом неделю назад в Лондоне над американцем Трэвисом Ривзом Также напомню, что ранее Сергей Ковалев бросил вызов россиянину Дмитрию Биволу, который провел в США очередную успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBA Одолев Джо Смита Среди возможных конкурентов челябинцев в боях за объединение поясов, кроме Бивола, значатся россиянин Артур Битербиев и украинец Александр Гвоздик На сегодня это все. Далее рубрика «Происшествия». Ее ведущая Елизавета Болдырева расскажет о ссоре между двумя предпринимателями, которых раньше связывал совместный бизнес Сейчас одного из них судят. По данным следствия, мужчина закинул в кабину большегруза емкость с горючей смесью Не переключайтесь, а я желаю вам выходных без происшествий Субтитры создавал DimaTorzok